Он зачитывался в юности детективными романами Агаты Кристи и Конан Дойля. Долгое время работал следователем, в том числе так называемым важняком. А сейчас он заместитель прокурора Республики Коми Дмитрий Терентьев. В его сферу ответственности входит много важных вопросов, но в приоритете надзор за работой оперативных подразделений следствия и дознания. Эдуард Бушуев подготовил очередной репортаж в нашу специальную рубрику «Прокуроры», посвященную 300-летию российского и 100-летию оригинального ведомства. Сложилась определенная версия, что преступник знал подъезд, дом, где находится потерпевшая, знал, где расположена входная дверь, но не знал этаж. И был обыкновенный прозвон. Звонок номер 4 был произведен в село Усь-Кулом. На этих архивных кадрах Дмитрий Терентьев рассказывает, как в 2002 году в составе группы следователей-важняков вместе с коллегами из МВД и ФСБ выяснял обстоятельства похищения и убийства студентки из Усть-Цильмы Галины Чупровой. Молодой следователь, который сделал первые профессиональные шаги в Усть-Вымской спецпрокуратуре, а затем в Сыктывдинской районной, получил тогда бесценный опыт. Это была скрупулезная работа по весьма запутанному преступлению троих душегубов, которые требовали выкупу отца убитой девушки. Сбылась детская мечта стать детективом. Наверное, как и все советские школьники, в детстве мечтал стать летчиком, космонавтом или милиционером. Также нравились различные детективы, которые продавались в книжных магазинах. И было определенное влечение. Кто преступник, кто совершил убийство. Наверное, это как бы все равно, как у молодой личности, это уже на том этапе начало зарождаться определенные основы, которые привели к той профессии, которой я непосредственно занимаюсь. Получив юридическое образование, освоив профессию следователя, в 2007-м Дмитрий Владиславович стал прокурором в Уктыло. Задач стало намного больше, как по надзору за исполнением законодательства в различных важных сферах, так и контроль за правоохранительным блоком. Нужно было представлять государственное обвинение в судах. Четкое понимание нюансов следственной и оперативной работы выручало на процессах не раз. Этот опыт помогает и сегодня. Ваши честь, в настоящем судебном заседании рассмотрено уголовное дело по обвинению Автандилова Айтабека Алмазбековича, а именно в том, что подсудимый совершил на территории города Сыктывкара покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Гражданина Киргизии Айтабека Автандилова Сыктывкарский наркополицейский задержали летом прошлого года. Интернет-магазин отправил его в далекую коми делать закладки для потребителей. Поймались по личным. Сыктывкарский суд смягчил наказание, которое просил для наркозбытчика государственный обвинитель. Назначил ему 7 лет колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей. Приговор осужденный обжаловал. Прокурор выступает в судебном процессе от имени государства, является государственным обвинителем. Безусловно, на его плечи ложится большая ответственность, чтобы довести дело до своего окончательного разрешения. Чтобы виновное лицо, если его причастность к данному преступлению доказана, объективно, полно, всесторонне, было привлечено к уголовной ответственности и не избежало уголовного наказания. Неотвратимость наказания – это основной и главный принцип нашей работы. Телефонные интернет-мошенничества стали, как наркотики, настоящим бичом последних лет. Так же, как и сбытчиков Дурмана, аферистов довольно сложно выявить и наказать. В декабре в прокуратуре Куми собирали даже специальную коллегию, чтобы обсудить с представителями банковской сферы, как эффективнее бороться с этим злом. Как вы вроде отметили, что как таковых проблем не существует, но на личном все-таки опыте, да, то есть в мои руки там систематически попадают уголовные дела. Но вот, к сожалению, да, вот то, что я вижу, в деле запрос есть, а ответа нет. Следующее дело берешь – запрос есть, ответа нет. А без вот этих сведений, да, вот дальше следователь двигаться не может. Какая почта? Все электронно, голубями ничего не направляем. Вот здесь должно быть настолько все это оперативно, быстро, чтобы справедливость восторжествовала. Огромный поток ежедневной информации и большая ответственность. Дмитрий Терентьев сравнивает работу прокурора с бесконечным движением белки в колесе, только не хаотичным. Каждый шаг должен быть выверен, поскольку за любым процессуальным решением стоит судьба конкретного человека и соблюдение его прав. Выдержать такую нагрузку помогает лишь одно. Вот та одушина, да, когда появляется свободный день в выходной день, это же, конечно, уехать на дачу, побыть в тишине со своей семьей, банька, приготовить что-нибудь на костре интересное для своей семьи. И просто побыть вместе, потому что зачастую уходишь на работу, когда семья спит, а приходишь, а они уже спят. Годы отданной службе позволили Дмитрию Терентьеву вырасти из обычного следователя в заместителя прокурора республики. Профессионализм и ответственность не раз отмечались наградами руководства. Другое его достижение – дружная семья и двое детей. Сыновья пока не выбрали будущую профессию, думают больше об IT-технологиях, но знают, где работает папа и очень им гордятся.